Эта фотография обошла весь мир. Некоторые люди считают ее священной, ведь на ней единственный в мире человек, которому удалось найти формулу бессмертия. Хамбалама Итигелов погрузился в медитацию более 75 лет назад. Его тело считается нетленным, и буддисты всего мира мечтают повторить подвиг легендарного Ламы. Ведь он почти приблизился к самому Будде. Смертный вышел из круга смертей и рождений. Эксперты, которые пытались исследовать феномены Итигелова, пришли к сенсационным выводам. Нетленный Лама из Бурятии действительно жив. Как такое возможно? Биологи объясняют, в природе существует ген бессмертия. Им обладают некоторые виды живых организмов, выяснили ученые из британского университета Ноттингем. Однако до сих пор все попытки выделить, а тем более внедрить генетическую информацию бессмертия в клетке человека не принесли успеха. Именно поэтому феномен Хамба Ламы Итигелова чудо не только для буддистов, но и загадка для всего человечества. Экспедиция нашей программы отправляется в Бурятию для того, чтобы найти ключи к разгадке этой тайны. Возможно, поняв ее природу, наша цивилизация ответит на главный вопрос со времен рождения мира. Может ли человек жить вечно? В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Ему исполнилось 160. Как поздравляют бессмертного Ламу из Бурятии. Многие верующие, многие ла-салам увидели его пот. Скорее жив, чем мертв. Медитация, которая ставит в тупик современную науку. Это не мумия. То есть все органы, ганады, все-все целое. Эксклюзивное интервью потомков бессмертного монаха специально для программы «Тайны мира». Он как живой. У него руки гнутся, все гнутся. Это не объяснимо вообще. Какое послание хамба Лама и Тигелов оставил для всего человечества? Это действительно мировой феномен. И как он общается с теми, кто обращается к нему за советом? Было очень странное ощущение, как будто меня кто-то сканирует, читает мысли. ТАЙНЫ МИРА ВЕЧНАЯ ЖИЗЬ С древних времен люди мечтали обрести бессмертие. Но действительно ли вечная жизнь так уж нереальна и недостижима? Феномен нетленного бандита хамба Лама и Тигелова на протяжении нескольких десятилетий не дает покоя исследователям. Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется в Бурятию, в Иволгинский Дацан. Именно там для хамба Лама и Тигелова построили настоящий дворец. Экспедиция программы «Тайны мира» прибыла в Бурятию в дни, когда здесь отмечали большой праздник. Монахи впервые за долгие годы разрешили обычным людям прикоснуться к нетленному телу хамба Лама и Тигелова. У посетителей есть всего один день, чтобы попасть в храм. Снимать в храме, где проходит церемония поклонения, строжайше запрещено. Общение Ламы и Тигелова с паломниками – это таинство. Монахи Дацана утверждают, у бессмертного Ламы сегодня хорошее настроение. По словам хранителей, температура тела нетленного хамба Ламы достигла в этот день 34 градусов, при том, что в помещении было не больше 18. Корреспондентам программы «Тайны мира» удалось поговорить с главой буддистов России. В эксклюзивном интервью Дамба Аюшеев рассказал о чудесах, которые происходят в эти дни в Иволгинском Дацане. Если вы думаете, что я, находясь на пасту хамба Ламы, командует здесь, это будет большая ошибка. Реально. Командует он. Сегодня, когда мы поднесли мандалу, многие верующие, многие лаше ламы увидели его пот. И все увидели, что изнутри от хамба Ламы мы получили энергию. Это чисто биологическое тело, которое способно потеть. Под хамба Ламы и Тигелова хранители вытирают белыми ходаками, длинными лентами. К этим ходакам потом могут прикоснуться паломники. Считается, что эти ленты обладают чудодейственной силой. Что такое вера? Все-таки это опора, в первую очередь. Опора нужна тогда, когда нам тяжело. Хамба Ламы и Тигелова пришел нам помогать. В первую очередь помогать тем, кто жаждует этой помощи. Те, кто страдает и мучается. 15 июня 1927 года бандита хамба Лама и Тигелов сел в позу лотоса и собрал учеников. Он попросил их прочесть молитву, которую провожают усопших. Ученики удивились, почему мы должны читать эту молитву вам, живому. Тогда и Тигелов начал читать молитву сам. Постепенно ученики подхватили ее. Так, находясь в состоянии медитации, Лама ушел в нирвану. Казалось бы, навсегда. Ученики долго не могли поверить в то, что произошло. По всем канонам буддизма, тело ушедшего из жизни следовало предать огню. Но учитель, хоть и перестал дышать, но словно бы оставался живым. Никто не видел эти Тигелова, насколько я понимаю, мертвым. И 10 лет уже занимался медитацией, подготовкой себя к последующей другой жизни, так как он ее понимал. Монахи сделали то, на чем настаивал Лама, перед погружением в таинственную медитацию. Они поместили тело в специальный кедровый саркофаг. После чего под пение погрузили, оставил завещание, но попросил его поднять через 75 лет. То, что произошло с Ламой, на языке современной науки называется состоянием анабиоза. В этом состоянии температура тела снижается почти до нуля. Дыхание и другие жизненные процессы сильно замедляются. Он прекрасно понимал, ему было в 1927 году 75 лет. То есть понятно, что это пожилой человек, со всеми болезнями, которые присущи этому возрасту. 75 лет – не случайный срок. 75 лет – это период или возраст просветления Будды. Загадка бурятского Ламы – не первый век, привлекает внимание теологов и ученых. Как может полностью обездвиженный человек, не получая ни воды, ни пищи, оставаться живым и даже каким-то образом передавать свои мысли медиумам? Надо сказать, что это действительно мировой феномен, потому что это факт. Факт, зарегистрированный в официальном государственном документе, официальным государственным лицом, судебно-медицинским экспертом. Смотрите далее. 75 лет под землей. Как великий Лама медитирует без пищи, воды и света. Суставы сгибались. Плоть, вот ее нажмешь, и она восстанавливалась. Какой диагноз поставили врачи бессмертному монаху? Организм назвать умершим нельзя. И кто разбудит пророка, уснувшего в начале 20 века? Некоторые высокие Ламы могут вернуть его к жизни. А главное – объяснить этот загадочный феномен. Он в другом состоянии, но он живой. Экспедиция нашей программы отправляется туда, где долгие годы хранили тело хамба Ламы и Тегалова. Первые 30 лет саркофаг находился здесь, в Бурятии. Это место называют Хухазурхан – синее сердце. Наш проводник Бимпа Магмаев указывает на ступу, обозначающую бывшее место захоронения. Это запретная земля. Священная территория умерших Лам. Служители Иволгинского дацана в прошлом веке дважды приходили сюда. Хамба Лама и Тегалов требовал сжечь свое тело, если на нем вдруг обнаружат следы разложения. Однако монахи не обнаружили признаков распада. Как в 1927 году его похоронили, и через 1975 его подняли. Он такой же. И волосы есть, и все, ногти есть. В новом веке на церемонию вскрытия саркофага Хамба Ламы и Тегелова впервые допустили экспертов-криминалистов. В Хухазурхан приехала комиссия судмедэкспертов из Москвы. Монахи разрешили снимать происходящее на видеокамеру. Вот эти уникальные кадры, присутствующие были, поражены тем, что открылось их взору. Профессор Галина Ершова была в числе тех, кто участвовал в этой церемонии. Осмотр, который был проведен первый, и вот потом я тоже сама трогала, скажем. И действительно, это тело сохраняло все признаки ну, тело, в общем, вполне такого еще живого. Суставы сгибались. Плоть, вот ее нажмешь, и она восстанавливалась. Лама не лежал, как мумия, а сидел в кедровом ящике в позе лотоса. Эксперты не могли поверить своим глазам. Этот человек провел в земле более 70 лет. И даже в вечной мерзлоте его тело не могло так сохраниться. Но самое удивительное – тело благоухало. Был обнаружен удивительный факт, что сохранены все органы чувств. Нос, рот, уши, глаза закрыты. Кожа мягкая. Он не изменил своей позы. Не произошло никакого растления. В том числе и саркофаза. После церемонии в Хухазурхан буддисты получили подтверждение того, что просвещенный человек обладает немыслимыми возможностями. А ученые всего мира – еще одну необъяснимую загадку. Ясного понимания этого феномена пока нет. Ныне живущие ламы высказывали мнение, что благодаря духовной практике и медитации Хамба-Лама и Тигелов сумел сохранить тело, чтобы продемонстрировать силу учения Будды. В 2004 году повторные исследования проводили именитые московские ученые. Представителя российского бюро судмедэкспертизы профессор Виктор Звягин и доктор исторических наук, профессор, директор Американского центра Российского государственного гуманитарного университета Галина Ершова. И выглядит оно, как только-только умершего человека. При осмотре была содрана кожа с пальца и на ноге, там отчетливо видна кровь. Причем даже она разного цвета, вот на руке и на ноге. В Москву на экспертизу привезли образцы волос, частицы кожи и кусочек ногтя нетленного тела ламы и тигелова. Полученные результаты ошеломили самих экспертов. Исследования клеток ядерно-резонансным методом не выявили в органических тканях никаких патологий. То есть по структуре они не отличались от клеток живого человека. Однако и признаков жизни в научном понимании лама не проявлял. Экспертам оставалось сделать единственно возможный вывод. Хамба-лама и тигелов находятся в каком-то неизвестном науке состоянии. Здесь нет обезвоживания, а во всех видах смерти оно присутствует. Значит, есть вода. Раз есть вода, идет, и есть органы чувств, идет работа. Но раз идет работа, хоть на каком-то уровне, организм назвать умершим нельзя. Да, это же уникальная жизнь в переходном периоде. Он просто не в том состоянии, в котором мы. Мы там ходим, двигаемся, мерзнем. Он в другом состоянии, но он живой. Известный мануальный терапевт Алексей Ажеев уже 10 лет наблюдает за состоянием тела хамба-лама и тигелова. Он впервые согласился рассказать о результатах осмотра своего самого загадочного пациента. Это не мумия. То есть все органы, гонады, все-все целы, внутренние органы целы. То есть я на самом деле пальцы загибал и разгибал. Но то, что он гнется, это факт. То, что глазные яблоки существуют, тоже факт. Мануальный терапевт обнаружил пульсацию мозга. Алексей Ажеев говорит, что у живых людей мозговые полушария выдают 3-4 всплеска в минуту. А у неподвижного и тигелова один в минуту. Это электромагнитные колебания, которые можно зафиксировать при помощи электроэнцефалограммы. Ну, меня удивляет сам феномен этого дела. Получается, что тело же может и не стареть. Это не предел. То, что мы думаем, что мы должны жить там 80-90 лет или там 100. Значит, можно пожить и побольше. Это факт. Без воды и еды человек не может просуществовать и более двух недель. Каким же образом хамба-лама пополняет энергетический баланс и поддерживает тело в неизменном состоянии? Одна из самых интересных версий, выдвинутая учеными, состоит в том, что тело недленного ламы представляет собой некий биокристалл. Исследователи утверждают, кристаллическую структуру, присутствующую в теле ламы воды, объяснить невозможно. Единственное предположение, что хамба-лама Этигелов знал формулу кристалла чистоты, символа вечности. После долгих исследований ученые признались, что не в состоянии объяснить феномен Этигелова. Многочисленные анализы только усложнили ситуацию. 3 января 2005 года официально все эксперименты по делу Этигелова были закрыты. Исследователи предлагали провести рентгеновский и томографический анализ, но получили отказ от буддийских священников. Ламы ответили, все, что можно было узнать про Этигелова, ученые уже узнали. Дальнейшие эксперименты, по мнению монахов, не имеют смысла. Что, например, меня всегда поражало в рассуждениях людей, которые пытались исследовать этот феномен. А давайте померяем кардиограмму, а давайте померяем температуру. Все эти люди абсолютно упускали из виду, что Этигелов живой человек. Буддисты верят, что душа человека после смерти вселяется в тело другого человека или животного. Пока человек достигнет цели своего существования нирваны, он может прожить сотни и даже тысячи жизней. Это история про то, как прошло просветление у Будды. Однажды он случайно попал в реку, его засосало очень сильное течение. Когда Будде все-таки удалось вылезти из этой реки, у него пришло просветление. Он забросил йогу, он забросил медитации, он забросил аскетство, потому что понял, что счастье находится внутри его. Многие ламы уверены, что в одном из прежних воплощений Даши Доржи Этигелов был непосредственным учеником основателя буддизма Будды Шакьямуни. Человек, который прожил много жизней, за все эти жизни он мог достичь таких духовных высот, которые позволили ему находиться сейчас в таком состоянии. Тибетский лама Йонтэн Джамцо утверждает, что о попытках сохранения тел учителей буддизма известно со средних веков. Решив уйти из этой жизни, они могут погружаться в состояние высшей точки просветления самадхи и очищать тело так, что после смерти оно сохраняется. В состоянии самадхи можно пребывать тысячи лет. Ум сосредотачивается и становится более тонким и чистым. И постепенно он полностью очищается и достигает пробуждения. Некоторые ламы обещают, что через несколько веков они вернутся. Другие обещают, что вернутся скоро, через 2-3 года. Считается, что настоящие йоги могут жить столько, сколько они сами себе отмерили. Регулярные занятия йогой замедляют процессы старения или даже вообще прекращают их. Ходят слухи о мудрецах, которые живут в Индии уже тысячелетия. Кто знает, какие тайны хранят в себе древние как мир асны? Может быть, в них зашифрован код правил для всего человечества? В самадхи жизнь физического тела останавливается. Либо обмен веществ становится почти незаметным. Происходит это под сознательным контролем монаха. Тело лишь кажется умершим. Поэтому его надо охранять от внешнего воздействия. Именно поэтому перед погружением в самадхи монахи удалялись в недоступные для других пещеры. Некоторые высшие ламы могут соединяться умом с тем уровнем, на котором находится лама и тигелов, и затем вернуть его обратно к жизни. Но если человек не имеет глубокого опыта самадхи, то он не сможет пробудить его от столь глубокой медитации. Православные священники говорят, что люди, при жизни отличавшиеся праведностью и после смерти, продолжают творить чудеса. Было замечено, кроме того, что от останков святых мучеников происходят различные чудеса и исцеления. Преподобный Серафим Саровский три года питался только травой и кореньями. Великий русский святой Сергий Радонежский девять лет провел в лесу, питаясь только травами. С точки зрения медицины, больше 30 дней при таком рационе прожить невозможно. Святой Сергий Радонежский еще в детстве наложил на себя строгий пост, питался только хлебом и водой. Преподобный Иоанн Листвичник избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, где провел 40 лет в подвиге безмолвия и поста. Но как монахам это удавалось? Чудо, ну знаете, может по-разному пониматься. В таком неком широком понимании чудо – это все то, что выходит за рамки привычных законов природы и окружающего мира. В христианском понимании чудо – это явление часто прямое, непосредственное, ощутимое благодати, любви и милости Божией, которое тоже вдруг по каким-то причинам начинает выходить за рамки естественного. В 1918 году советская власть начала кампанию по ликвидации святых мощей во всех храмах России. В одном из монастырей Ленинградской области большевики нашли нетленное тело святого Александра Свирского. Воинствующие атеисты не могли поверить в такое. Тело преподобного Александра Свирского хранилось в церкви четыре столетия, но эксперты не нашли признаков разложения. Нетленными считаются мощи те, которые не истлели. Допустим, проходит 30 лет. Принимается решение служиться в специальной службе и обретение мощей происходит. Во многих православных монастырях монахов хоронят не в могилах, а в специально оборудованных склепах. На третий год после смерти монаха склеп вскрывают. Если кости желтого цвета и не источают запаха тления, значит, человек при жизни был свят. Торжественное идет перенесение мощей. Помещают сначала в временную усыпальницу, а потом над этим усыпальницей сооружается специальная рака, и люди приходят и поклоняются. Смотрите после рекламы. Чудеса Иволгинского дацана. Что происходит с нетленным телом во время праздничной церемонии? Ему, по-моему, приходят какие-то введения. Откровение народного артиста. Кто читает мысли Олега Газманова? Было очень странное ощущение, как будто меня кто-то сканирует, читает мысли. Какое послание хамба Лама и Тигелов оставил для всего человечества? Есть работа большая, понять, о чем Итигелов хочет нам всем сказать. Лама рассказывает о многих чудесах, происходящих вокруг нетленного тела, в том числе и о волшебных исцелениях людей, которым удалось увидеть хамба Ламу и Тигелова. Восемь раз в год во время больших праздников Итигелов участвует в службах. Число паломников, желающих увидеть святого Ламу, растет с каждым годом. Очередь к Дацану растягивается в долину на километр. Жал Сан-Лама – один из тех, кому разрешен вход в покои нетленного Даши Доржоя Тигелова. В Иволгинском монастыре это отдельный дворец, который построили на пожертвовании верующих. Только четыре человека на земле могут попасть во внутренние покои. Глава буддийской церкви и три хранителя. Вся жизнь хранителей посвящена уходу за нетленным Ламой. Иногда сердитым он бывает, иногда добрым. Иногда спокойным. Иногда вообще как будто спит. Монахи до сих пор распространяют пророчества от имени всеми почитаемого Ламы. Для этого существует специальная должность – главный хранитель. Человек, достигший совершенства в медитативных практиках. Он, как говорят монахи, ежедневно общается с хамбо-ламой Итигеловым. Ему приходят какие-то введения. Я же дальше вот эти введения передаю учителям нашего университета, которые должны как-то прокомментировать вот этот состав. То есть из этого извлечь максимум пользы для людей. Это эксклюзивные кадры. Хамбо-ламу Итигелова переносят из дворца в помещение монастыря, открытые для посещения. Наш корреспондент увидел уникальное событие. Буддисты отмечают 160 лет со дня рождения Ламы Итигелова. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нина Иванова приехала в Бурятию за тысячи километров из Крыма. Встреча с нетленным Ламой для нее последняя надежда. Вот уже три года ее дочь Ольга находится в коме. Я надеюсь, что произойдет чудо, и она встанет и будет разговаривать, двигаться. Вот такой Ольгу запомнили родные. Жизнерадостная девушка, влюбленная в своего мужа и девятилетнюю дочь. Она оказалась на грани жизни и смерти внезапно для всех. В 30 лет с Ольгой случился инсульт. Я обняла ее, поцеловала, говорю, доченька, подожди немного, я поеду в Датсан, попрошу Тегила, чтобы он тебе помог. И у нее побежали слезы. А Тарбол Баржигин из Монголии 12 лет возит паломников в Иволгинский Датсан. Для него это не просто работа. А Тарбол считает, что это его миссия. Просто часть кармического круга смертей и рождений. Я хочу помочь этим людям, ведь многие едут сюда в надежде исцелиться. Знаю историю одной женщины, которая специально сюда приехала, потому что заболела раком. После того, как она подошла к телу Хамба-Ламы, ей стало лучше. А по приезду домой врачи ей сказали, что она полностью здорова. Народный артист России Олег Газманов дважды посещал Хамба-Ламу и Тегилова. Первый раз это произошло в 2011 году, во время гастролей по Бурятии. А второй всего несколько месяцев назад. Он был допущен к нетленному Ламе и даже прикасался к нему. Для певца эта встреча стала настоящим откровением. Вот у меня непередаваемые ощущения были. Я довольно прагматичный человек. Я пытался все время объяснить, что это такое. Объяснений никакого не было. Более того, было очень странное ощущение, как будто меня кто-то сканирует, читает мысли. Певец не знает, как объяснить феномен нетленного Ламы. Но уверен в одном. И Тегилов жив. Просто ученым пока не ясно, каким именно образом в его организме поддерживаются физиологические процессы. Я понимаю, что он живой, но не в том понимании живой, когда человек встает, ходит, бегает и так далее. Он замедленный такой, в таком состоянии замедленном. Но для многих людей это просто одно из чудес веры, которое не требует объяснений. Тысячи паломников приезжают в Иволгинский монастырь Датсан для того, чтобы увидеть бессмертного Ламу. Люди уверены, что здесь, в Бурятской глуши, исполняются самые сокровенные желания. И Тегилов очень много помогает. Все хочет, все дает. У меня зрение было. У меня глаза обратились, там было мне, чтобы глаза было. Вот, пожалуйста, я все вижу. Большое это давление, голова болит. Когда ходишь, вокруг Татсана, вот его корот делаешь, это уже все проходит. Состояние вот такой благодати непередаваемое. Конечно, это чудо. Это самое большое чудо. Смотрите после рекламы. Впервые на телевидении потомки бессмертного Ламы вспоминают своего прадеда. Он как живой. У него руки гнутся, все гнутся. Это необъяснимо вообще. Артефакты нашего времени, которые невозможно украсть. Эта красочная подстилка осталась со времен Тегилова. И что на самом деле такое жизнь после смерти? Он просто не в том состоянии, в котором мы. В Датсане уверены, Лама не умер, а ушел. И относятся к нему, как к живому человеку. Буддийский ученый Джампа Сандепа уверен, что Тегилов до сих пор находится в состоянии длительной медитации. Его духовное тело живет в физическом, без воды и пищи. О семье Даши Даржо и Тегилова почти ничего не известно. Есть даже не каноническая легенда о его чудесном рождении. Некоторые буддисты уверены, что он просто материализовался в нашем мире в образе пятилетнего сироты. Но только нашим корреспондентам удалось узнать – в Бурятии у Итигалова остались прямые родственники. Это настоящая сенсация. Еще никому не удавалось поговорить с потомками бессмертного монаха. Борис Санджиев – самый старший из рода Мурхатагар, которому принадлежит и легендарный Лама. Прапраправнучатому племяннику Хамба Ламы Итигалова больше 70 лет. И он категорически отказывается говорить с журналистами. Только для съемочной группы «Тайны мира» Санджиев сделал исключение и открыл свой уникальный архив. Впервые в истории мы увидели неканонические фотографии Хамба Ламы Итигалова. Мой прадед Хамба Ламы Итигалов. Это мой отец. 34-го года рождения. Бимба. И он мне часто это рассказывал про Хамба Ламы Итигалова. Отец Бориса Санджиева получил от Хамба Ламы Итигалова необычное пророчество. Смысл этих слов открылся семье лишь через много лет после того, как Итигалов погрузился в вечную медитацию. Он сказал от своего учебника, бабу, и две жены, и самый младший сын твой. Поднимет твое имя. В этой семье Борис Санджиев действительно был самым первым, кто стал собирать свидетельства о жизни великого предка. Причем семья не понимала увлечения Бориса, ведь в советское время само упоминание о Хамба Ламе Итигалове считалось чуть ли не антисоветской пропагандой. Даже жена Санджиева пришла в ужас, когда узнала, что супруг изучает историю монаха Итигалова. Он все время говорил, чтобы его признали. Вот он же неизвестный был тогда, в то время. Он все мне говорил, его бы признали, весь мир знал бы. А я что про себя подумала? Мы такие вроде бедные, простые люди, но дети что, маленькие были? И думаю, ну где же нам до большого мира? Эти исследования по-настоящему уникальный научный материал. До Санджиева, например, мало кто знал, что пандита Хамба Лама 12-й Даши Доржо Итигалов был не только могущественным медиумом, но и настоящим патриотом своей страны. Он, главное, для людей хорошо работал. В войну, например, 14-го года взглядывал. Вообще бурятское общество помогал, собирал деньги, мясо, все туда продукты отправлял. Он же четыре госпиталя там открыл. Позже Борис Санджиев заразил своей страстью всю семью. Его сестра Галина, например, нашла и сохранила настоящую реликвию. Для буддистов это священный предмет поклонения. Коврик для медитации Хамба Ламы Итигалова. Эта красочная подстилка осталась со времен Итигилова. На ней вот сидел Итигилов. Мне ее передал друг моего отца Лама. В Таиланде на острове Самуи в монастыре Ват-Кунарам стоит стеклянный ящик с нетленным монахом Пракру Санатаки Дитхуном внутри. В таком состоянии он находится вот уже 35 лет. Говорят, что у монаха до сих пор растут ногти и волосы, которые время от времени стригут. Несколько лет назад в одном из монастырей Германии была обнаружена уникальная находка – человеческая фигурка ростом в 70 сантиметров. Долгое время считали, что она деревянная, лаковая, полированная. И потом в ней что-то гремело. Ее сунули под рентген, и оказалось, что это мумифицированное тело монаха. Причем уже ему несколько сот лет. И то, что гремело, это сердце оторвавшееся, когда уже завершилась мумификация, она гремела внутри этого тела. Ученые считают, многие монахи сознательно вводят себя в транс, чтобы обрести бессмертие. В Японии, когда даже возникла секта такая, называлась она умри-буддой, то есть монахи входили вот в это же самое аналогичное состояние, сидя, и постепенно сидели-сидели, и потом наступала смерть, и они мумифицировались. У них вынимаются все внутренности, они запечатываются в сосуды, тела взалачиваются. Это совершенно не то. Они не живые. Тигилов живой. Не описано, чтобы еще кто-то находился в полной сохранности. Я лично видела, как Тигилов, например, потеет, когда образуются капельки пота на лбу и скатываются. Секрет вечной жизни на протяжении столетий пытаются разгадать не только ученые, но и простые люди. Для этого некоторые совершают со своим телом немыслимые эксперименты. Индийские военные ученые изучают феномен 84-летнего мужчины. который утверждает, что не ел и не пил в течение 70 лет. Эксперты полагают, что прохлад Джани знает секрет, который может помочь увеличить продолжительность жизни. Невероятно, но индийский йоко-отшельник прохлад Джани не ест и не пьет с 1940 года. Два раза он участвовал в обширных многодневных медицинских обследованиях под круглосуточным наблюдением. Ему не давали пищу, а контакт с водой был ограничен полосканием горла и редким принятием ванны. По мнению ученых, его организм напоминает вечный двигатель, который непрерывно и исправно, без всяких перебоев, работает на благо своего хозяина. Смотрите после рекламы. Секретный код бессмертных. Почему невозможно прочесть книгу великого ламы? Все рукописи Этигелова еще не найдены. Кто расшифрует последние послания великого монаха? Все твои богатства родные и близкие, оставаясь на родной стороне, не последуют за тобой. И почему их нужно читать с большой осторожностью? Другое дело, что мы до конца не знаем, стоит ли за этим бог или какие-то еще, так сказать, силы. Бонпа Бутта пришел на Землю более 18 тысяч лет назад. Местные верят в колесо. Смерть-жизнь, смерть-жизнь. То есть в то, что каждая душа содержит в себе много жизней. Три года назад бурятские историки нашли книгу, которую написал сам Хамба Лама Этигелов. Для ученых это стало настоящим открытием. Но вот проблема. Лама писал сразу на трех языках. На старомонгольском, тибетском и санскрите. Сейчас расшифрована лишь первая часть послания, в которой предсказаны события 20-30-х годов прошлого века. Исследователи считают, что Хамба Лама Этигелов предвидел коллективизацию и репрессии. Своим ученикам он предлагал добровольно отдать то, что могут забрать силой. Все твои богатства родные и близкие, оставаясь на родной стороне, не последуют за тобой. Эти богатства, безумно собранные и накопленные, превратятся в особый яд и будут бесполезны. Считается, что великим Ламой написано более 50 философских книг. Большинство под сакральными именами. Их авторство продолжают устанавливать и сейчас, переводить и трактовать. Но все рукописи Этигелова еще не найдены. Но главная книга, говорят Ламы, это его тело. Учебник, наглядно рассказывающий о возможностях человека. Ламы и паломники говорят, что хамба Ламы Этигелов словно приоткрывает глаза. Вполне возможно, что в таком состоянии нетленный монах видит не только наш мир, но и иную реальность, в которой находится. Каждый из нас, сидящих здесь, буддистов, мечтает открыть свои душевные глаза. Тем самым увидеть вот этот мир таким, как он есть настоящим. Глава буддистов России считает, что Лама Этигелов по-прежнему наблюдает за нашим миром. Ведь до сих пор часть его посланий скрыта от мира. Послание такое, что его тело само по себе, это его состояние, это и есть его послание. Он совершил невозможное. Он оставил свое тело. То есть он доказал, что не все в этом мире не вечное. Наверное, все-таки это послание всем людям Земли, потому что Афина Этигелова знают и в Азии, и в Америке, и в Европе. Как я понимаю, если простыми словами говорить, он такое послание дал, что человечество идет другим путем, неверным путем. И чтобы показать пример человечеству, что оно идет другим путем, вот он себя вверг вот в это состояние, которое очень неприятное. Для него лучше бы вознесись туда, где ближе к краю, наверное. Но он себя держит в этом состоянии, как пример человечеству, что оно идет бедному человечеству, которое идет другим путем. Современные теологи, как ни странно, тоже теряются в догадках. С одной стороны, отрицать присутствие ламы в духовном мире трудно, а в мире живых просто невозможно. Как выясняется, хамба ламы и тигелов – нонсенс не только для науки, но и для современной философии. В ней просто нет понятия для человека, который живет и в то же время мертв. Это некая загадка, ответ на которую не факт, что современное такое рациональное мышление будет в состоянии однозначно найти. Отчего это происходит? Мы до конца не знаем, стоит ли за этим Бог или какие-то еще силы. Именно имеющие место быть в мире духовном. Ученые считают, что человеческое тело обладает огромным потенциалом. О том, что люди могут погрузиться в состояние анабиоза, наука догадывалась еще в прошлом веке. Но до сих пор ни один научный эксперимент не продолжался так долго, как пребывает в состоянии медитации хамба лама и тигелов. Ученые так и не смогли объяснить загадку буддистского священнослужителя, чье тело было излечено из земли спустя 75 лет после погребения. Они единодушны только в одном. Феномен Этигелова – это сенсация. Не только в истории буддизма, но и человечества вообще. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. Продолжение следует...